Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии И сегодня у нас в гостях директор Рижского центра социальной опеки Мэш Тимс Солви Трудовича и главный специалист сектора социальных услуг для совершеннолетних лиц Департамента благосостояния Рижской думы Людмила Озова. Здравствуйте. Доброе утро. И давайте, чтобы мы сразу все находились на одном понимании, расскажите нам и нашим слушателям, что такое работник социальной опеки, социальный работник, в чем заключается его или ее должность и обязанность. Перед этим, как прийти сюда, мы старались как-то понять, как на русском перевести «апропеатайс». На алтайском есть «апропеатайс», а на русском, на самом деле, точного перевода даже нет. Это человек, который заботится. Заботится, да. Есть разные варианты. Работник по уходу – один из вариантов, не самый лучший, на самом деле. Мы остались перед этим, что все-таки помощник по уходу – самый лучший вариант. Поэтому ежедневно помощник по уходу помогает, чтобы человек сам смог много чего сделать. И то, что он не может, то ему помогает сделать уже этот помощник. И на самом деле, конкретно помощник по уходу ежедневно помогает разные вещи сделать. То, что человек не может, например, покушать, помыться, сходить в туалет, ввести на улице. Все, что необходимо каждому нормальному человеку, который уже сам может это все сделать. Да, но тогда вопрос просто возник. У меня всегда такие люди вызывают восхищение, недоумение, потому что это, скажем так, ты начинаешь жить интересами других людей. И это, наверное, тоже не так просто. Почему вообще выбрана такая сфера и насколько она психологически тяжелая? И никто отвечать не хочет. Нет, я думаю, что это очень, конечно, это психологически тяжело. Потому что мы ежедневно… Есть люди, которые уже встретились с такой проблемой, где, например, в семье есть какой-то ребенок с инвалидностью или старый человек, который тоже после тяжелой болезни. Но есть люди такие, которые приходят к нам работать, и они раньше не сталкивались с этими проблемами. И тогда, конечно, бывают случаи, когда просто день-два отработает и скажет, ну, извините, я все-таки работать не могу, потому что это очень-очень тяжело. И не только физически тяжелый труд это, но и психологически очень тяжело. А как это люди приходят к вам работать, не до конца понимая, на что они подписываются? Конечно, они не понимают, они не знают. Когда приходят, не все вот знают эти все… Мы, конечно, стараемся до того, как начинать, чтобы он пошел, посмотрел, поработал, там часик-два часа и вник, но когда ты остаешься с этими людьми один на один, тогда иногда возникают разные проблемы. Очень часто бывает и так, что чисто психологически друг к другу не подходят тоже. Но нужно ли какое-то образование для того, чтобы работать в этой сфере? Или это желание? Конечно, у нас выдвинутые требования, которые мы должны соблюдать как центр по уходу. И там, конечно, пишется, что тот человек, который ухаживает или помощник по уходу, он должен повышать свою квалификацию каждый год. Но такое обязательное требование, как учиться что-то, конечно, нет. Но это было бы неплохо, потому что это есть очень специфическая сфера, и знания очень необходимы. Вам самим, как работникам, часто нужна психологическая помощь? Конечно. И мы, как работники, тоже мы организуем супервизии, или, ну, как сказать, такие разные мероприятия, которые помогают нам чуточку тоже отходить от всех проблем и чуточку проветриться, как можно сказать. Это обязательно? То есть это как часть обязательной программы или это по выбору? Если человек чувствует, что ему не надо, может быть, он сильно сам справляется, то он может не идти, либо это вот прям прописано, то есть человек должен, да, и потому что за своё психологическое состояние, может быть, мы не всегда можем отвечать со стопроцентной уверенностью. То, что касается специалистов по социальной работе, там обязательное требование. То, что касается тем людям, которые по уходу работают, тем это необязательно. Но мы всё равно стараемся как-то или организовать собрание, где мы говорим про проблемы, которые возникли, или те вещи, которые, ну, про которых они хотят говорить. Людмила, мы так вот перешли именно на самых самых социальных работников. Вопрос такой, как вот рижское самоуправление. Каким образом оно помогает социальным работникам и социальным центрам? Какая идёт работа между центром и самоуправлением? Работа. Есть такая, что наша задача – организовать разные встречи. Так же само, не знаю, как методически сказать, разные встречи, где встречаются, обговаривают всякие проблемы, и потом их складывают уже, скажем, на бумаге, чтобы понять, как их решать, скажем так. То есть какие-то проблемы общие для всех центров? Есть общие, есть разные, есть отдельные проблемы. В то же самое время, когда есть уже общие, это означает, что эта проблема существенная, и её нужно решать. И чтобы решение было точное, это уже нужно вырабатывать какую-то тактику, не знаю, как правильно сказать, или даже, ну, разный… План работы. Даже так, да. Какие сейчас проблемы такие основные в этой сфере? На данный момент очень не хватает помощников по уходу, потому что эта работа тяжёлая, скажем, серьёзно, как есть, заплата не очень… Она физически тяжёлая, в том числе, да. И эмоциональная, ну, тяжёлая она работа. И на самом деле то, что мы хотели бы, конечно, чтобы в тот момент, когда помощник по уходу начинает работать, скажем, с 8 до 5, он и заканчивает эту работу. Но, наверное, реальность – это не так. На практике как получается? На практике получается, что я думала об этом, что эмоции. Эмоции, они не пропадают. Даже после пяти они не выключаются. И тот человек, который рядом с таким, которому нужно помогать, вот этот помощник, он самый близкий человек, и он просто не может, как заканчивается в 5 часов. Поэтому это, ну, даже нужно было, чтобы людям, помощникам по уходу было возможность учиться. Это то, что уже можно научиться, скажем так, академически, в академическом среде. А есть такая вот, не знаю, особенность у профессий, которая связана с таким стрессом, у тех же врачей, да. В конечном итоге они становятся немножко циничными, немножко проще относятся к жизни. И их можно понять, защитная реакция всё-таки. Что происходит с социальным работником? То есть он выгорает, он уходит на другую дождь, он должен оставаться таким всё-таки эмоциональным и показывать свои чувства. Потому что одно дело, да, лечить человека от болезни, потому что твоя задача его вылечить, а другая задача всё-таки облегчить человека существо. Это разные вещи всё-таки. Вы сейчас спрашиваете, наштёт социального работника или помощника по уходу? Помощника по уходу, простите. Да, потому что социальный работник, ему просто нельзя так бить, что он выгорает, но наштёт помощника по уходу. Там есть разные варианты, что можно просто поменять место работы. Также само просто взять отпуск, если необходимо, просто отдохнуть, хотя два недели это уже даёт результатов, что после двух недель, когда он возвращается, уже стабильность есть на какое-то время. Но это уже каждый смотрит по своим, или он может продолжать эту работу делать, или всё-таки не может. А что по зарплатам? И вот все грустно улыбнулись, и смахнули слезу. Нет, правда, что по оплате? Потому что работа, на самом деле, трудная, она психологически, она физически сложная. И людей не хватает. Людей не хватает. Значит, у вас рабочий график сразу увеличивается. Конечно, я могу сказать, что сейчас, в данном моменте, наши работники чувствуют плохо, потому что они услышали о том, что в государственных центрах зарплаты поднялись, и поднялись очень сравнительно много. И бывали случаи, что наши работники уходят из-за зарплаты. Конечно, с 1 августа в нашем центре тоже мы подняли, и в Рижское самоуправление подняло зарплаты. Но это не такая, которая должна быть. Я могу сказать, что зарплата не конкурентная. Ну давайте, во сколько средняя зарплата работников уходят? 500 евро, это очень так. Но, конечно, те работники, которые работают, они работают 12 часов и в том же время, и ночью. И это значит, что они получают и ночные эти доплаты, и, конечно, по праздничным дням получаются доплаты. Но все равно, если я как директор могла, я бы, ну, на самом деле, старалась бы поднять больше, выше зарплату, потому что это, на самом деле, очень, очень нужная работа. Это очень, у нас в штате 140 работников и 80 из них, то есть, именно люди, которые работают по уходу. Ну вот, чтобы работнику, помощнику по уходу получить зарплату, например, в 1000 евро, что ему нужно для этого? 500 евро, я так понимаю, это зарплата, а потом нужно взять ночные смены, праздники нужно взять, может быть? Ну да, и сверхчасы, конечно, получается, потому что, как Людмила сказала тоже, что у нас сейчас очень большая проблема и вакансии постоянно, и вот из-за этого получается и сверхчасы. Конечно, за сверхчасы люди получают больше, но все равно это недостаточно. У нас звонок в студии, давайте его примем. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать вопрос. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, это вопрос такой дичный, плана нас касающийся. Доброе утро в том, что у меня теща, она лежачая уже 4 года, Паркинсон, последняя стадия, и сейчас там их заболевания, соответственно, чисто лежачая. И жена тоже инвалид, второй группы, тоже начальная степень, Паркинсона, слава богу, еще двигается. И она постоянно за ней не работает, конечно, сама по состоянию здоровья, тяжело на работу, и прижится своей мамой ухаживает. Трубин у нас живет, и все время ее, понятно, я представляю, какой труд, потому что вижу пацаны, семья дома, что это, что выливает этот уход, это заезжающий больной. Но жене не хватает стажа до 30 лет, инвалидность 80, 90 евро только, и она не может, попыталась устроиться, типа, по уходу, но ей почему-то там отказали, не знаю почему. Такой вариант возможен, что типа, через вас она устраивается, и хоть 100, хоть 200 евро получать, могут и стаж какой-то придет, что она работает по уходу своей матерью. Или это нереально? Вот такой конкретный вопрос. Спасибо большое. Может ли человек вот с начальной стадией болезни Паркинсона устроиться на работу? Я думаю, что она может устроиться на работу, лишь бы эта болезнь не была на такой стадии, которая, ну, из-за этой болезни, что она не может делать свою работу, которая, ну, потому что, конечно, мы тоже, мы очень волнуемся за наши работники, и наши работники тоже имеют большие проблемы с здоровьем, например, там, болит спина, руки, и очень многим, и профессиональная заболеваемость, потому здесь очень важно думать и про себя в первую очередь, потому что, если ты сам себе не можешь помочь, ты не можешь, и остальными, другими, мы не хотим, чтобы, например, работа та, например, ну, обострение, обострение есть, так что, здесь каждый должен развесить это, сколько ты можешь, потому что, как мы и говорим, что это работа не только физически тяжелая, да, конечно, надо и знать правильные принципы эргономики, как правильно поднимать, как это делать, работать в команде, двоем, троем, то есть, там, где тяжелые случаи, так что, работать у нас, есть люди, которым и профессиональное заболевание есть, есть люди, которым есть и инвалидность, но они работают, конечно, по мере, сколько они могут, некоторым, например, неполная ставка, некоторые работают только по дням, и как помощники, ну, то есть, в команде один остается на ночь, но днем больше работников, которые вот именно кормят, переодевают, моют, то есть, ну, в команде работая, может быть, что можно и работать так, что кто-то, кто-то немножко меньше что-то делает. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните нам, 2-3-0-6-1-91, это наш WhatsApp, тоже можете писать, у нас в гостях директор Рижского центра социальной опеки Мэштейм Солвита Рудовича и главный специалист сектора социальных услуг для совершеннолетних лиц Департамента благосостояния Рижской думы Людмила Озола, и у нас звонок, наденьте просто наушники, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, хорошая новость, с 1 октября в Эстонии минимальная зарплата социального работника 1200 евро, соответственно, средняя по стране будет где-то в районе 22-2300. Почему хорошая новость? Почему в Эстонии? У нас же обычно за эстонцами так, если они акцию поднижают, наше правительство идет на то, что ну хочешь не хочешь надо поднижать, потому что есть готовый пример, что так работает. Так что я думаю, следующий шаг нашего правительства будет точно такой же. Наконец-то наши социальные работники, учителя, детсказовские работники будут получать достойную зарплату. Спасибо. У них деньги есть. Спасибо. Ну, кстати, мы говорили до этого о зарплатах в самоуправленческих социальных центрах. Вы сказали, что в государственных зарплаты подняли. Там они ближе к эстонским образцам? Да, там можно сказать, что тот же самый уровень. Даже так, то есть тысяча евро это минимальное? Ну, это, он сказал, что вообще в Эстонии поднялись, да, и там и минимальная зарплата тоже 500 евро на этот момент. Так что... Мы здесь говорим о том, что у работников по уходу, социальных работников у них невысокие зарплаты, при этом довольно трудная психологически и физически работа, но параллельно с этим Министерство благосостояния хочет увеличивать привлекательность профессии социального работника. Вот вы, как люди, работающие внутри этой сферы и четко понимающие все, что происходит в этой профессии, в чем привлекательность? Вот как мотивировать людей идти вот к вам работать, например? Я могу сказать, что, во-первых, если человек, ну, то есть, здесь самое главное это любовь к человеку. И когда оно есть, тогда, конечно, мы и получаем, мы получаем эти спасибо, мы получаем то, что от наших клиентов мы получаем эти благодарности. Они говорят, как мы понимаем, что вы делаете для нас хорошее, что мы на самом деле этим людям очень нужны. И они это и показывают. Конечно, бывают разные случаи. Есть такие, которые недовольны всем, что происходит, и приходят к нам такие, но есть люди, которые очень светлые, очень с опытом, и они и умеют говорить спасибо. И эта благодарность очень поднимает нас, как работников. Ну вот, опять-таки, мы много говорим о государственном уровне, и там и зарплаты подняли, и вот повышение привлекательности тоже происходит на уровне министерства. На уровне рижского самоуправления существуют ли какие-то движения вот тоже в эту сторону? То, что уже СОВ, это говорило, что с 1 августа подняли заплаты, это одно. Второе, то, что еще, может быть, не упоминали, то, что есть с лейбас полиси, 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 это есть тоже хорошее, потому что не все рабочее место может это предложить, на самом деле, там, где есть и физически, и физическое, и также психологически трудно работать, там это, наверное, важно. И то же самое, то, что еще, да, то, что можно на транспорт ехать с скидками до сих пор, это не изменилось, что можно поменьше платить и ехать на работу, обратно с работы. 50% скидка общественном транспорте те, которые на то историческом самоуправлении работники. Вы сказали, наши клиенты, то есть вы называете их клиенты или пациенты, жители? Жители, клиенты, ну, какой раз, но если взять терминологию по системе, то это клиент, наш клиент, но так мы, конечно, стараемся говорить, что это наши жители, потому что дом, где они живут, центр по уходу, это ихний дом на этот момент, и потому мы говорим жители, наши жители, которые у нас живут. В центре, извините, давайте его примем, очень активно нам звонят на эту тему, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, второй раз звоню, отвлекаю, не совсем корректно поняли мой вопрос, по уходу за своей матерью дома, можно так конкретно оформиться на работу, или же только это через центр, куда другим больным посылают, вот в чем был вопрос. Понятно, спасибо. Именно с этой проблемой, что нельзя со своей матерью уходить. Спасибо, что уточнили, да, тогда другое. Можно ли устроиться именно за конкретным человеком, там, это родственник, может быть, или друг? Это уже считается другая услуга, это услуга уход на дому, так будет правильно, да, уход на дому, но это уже нужно интересоваться, конкретно в Риге есть несколько общества, наверное, организации, да, которые дают услугу рижским людям по уходу. Мы можем сейчас назвать какие-то из них, чтобы слушатель знал, куда обращаться? Наверное, лучше всего просто зайти в какую-то социальную службу, если есть такая возможность взять информацию, есть буклет, где указаны все контакты и также самая вся информация об этом, где можно позвонить и поинтересоваться или необходимые помощники по уходу. И можно так устроиться, что находится дома и также самым помогает, потому что, ну, есть такая возможность. Потому что, ну, это та же самая работа в тот момент, когда человек не может идти на работу и зарабатывать в другом работе. Но я думаю, что все равно тогда надо обращаться в социальную службу и говорить насчет этой проблемы и тогда уже будет решение. Мы говорили о пансионате, там, где выгрызет дом, да, где живут ваши клиенты, там в основном люди, которые в стационаре, ну, все время находятся, либо есть люди, которые приезжают, может быть, их привозят на один день, да, чтобы могли родственники, например, работать. Как вообще происходит? То, что касается самоуправлений вских центрах по уходу, конечно, у нас раньше были такие платные услуги, когда можно было на короткое время. Но так как очень большое востребование, да, ну, требуется эта услуга многим рижаням, то у нас только лишь на долгосрочную опеку в нашем центре. Что считается долгосрочной? То есть, когда он живет, когда он приходит и у нас живет. Нету такой кратковременной. А насколько сложно оформить такую опеку? Если, например, человек, не знаю, родственники считают, что ему надо все-таки, да, находиться под присмотром, и они физически не могут ему это обеспечить, достойный уход, а сам пациент, ну, клиент в вашем случае категорически против, не хочу, вот жить дома, буду и все. Как тогда это происходит? Наверное, на это я могу ответить, что всегда остается выбор за человеком. Если он говорит, что он не готов идти в институцию, тогда он и не идет. То, что родственники всегда, ну, не всегда, но иногда хотят, чтобы им было все-таки легче, если кто-то присматривал, спокойнее, если кто-то 24 часа присматривал, это, ну, не будет самое главное в этот момент. Если человек сам говорит, что нет, он не готов идти в институцию, тогда это не произойдет. Но есть огромное количество болезней, заболеваний, которые, ну, где достаточно сложно определить, что на самом деле хочет человек. Это от инсульта, паркинсон, рассеянный склероз, да, тогда, когда начинает теряться все-таки ясность рассудка и сознание, и родственники понимают, что вот они уже физически не могут, финансово, может быть, они тоже не могут, они пытаются человека. Это же часто бывает, действительно, да, когда хотят договориться с социальными службами, и здесь, как вот мы сейчас услышали, последнее слово остается за пациентом, а какое-то последнее слово неизвестно, он даже слова может путать, на самом деле. Это же достаточно такой тонкий момент. Как тогда происходит? В любом случае, если ему есть способность решения, тогда он сам выбирает, или он готов. А кто принимает, что у человека есть способность решения? Суд. Суд. Ну, например, могу сказать, вообще, какой порядок, чтобы получить услугу в институции. Да, вот это я думаю, было полезно. Есть так, что сначала обращается человек или сам, или родственник с этой проблемой, обращается в социальную службу и говорит, что вот есть такая ситуация, рассказывает, какая ситуация, дальше уже поступает заявление от самого человека, если у него есть дееспособности, и это заявление, после этого заявления уже социальный работник из социальной службы приходит на дому и уже заполняет все необходимые документы, чтобы сказать, или он соответствует тому, чтобы поступить в институции, или нет. Если это, там есть разные вопросы, разные отметки на счет того, что человек сам может сделать, что не может, где нужна помощь, если в конце концов выходит, что больше, чем 35 часов в неделю необходима помощь другого человека, тогда он на самом деле соответствует. В неделю? В неделю, да. Я думаю, все-таки у нас просто времени не так много, я хотел бы еще об одной теме поговорить, тоже очень важной, потому что 27 сентября состоится тоже интересное мероприятие, конкурс на лучшего работника по уходу за клиентами, который тоже проводится с помощью Департамента благосостояния Иришской думы, и я так понимаю, тоже Центропейки Мэш-Семс тоже принимает не последнее, мягко говоря, участие в этом все организации. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за конкурс и как вообще можно соревноваться в качестве ухода за людьми, как это оценивается, проявляется. Ну, видите, вы спрашивали насчет того, как мы можем своих работников тоже, ну, как-то поднять или поднять престиж этой профессии. И я могу сказать, что это один из видов, как мы будем делать праздник для наших работников. И эта идея, конечно, уже второй раз сегодня, эта идея идет с Эстонии. Могу сказать, что два года назад Стелла Марси была там директором и нас пригласили коллеги с Эстонии и их идея была такая, что в Балтии мы делаем такое соревнование, где из всех балтийских стран соревнуется. Ну, и нас пригласили, конечно, мы в 2017 году в Эстонии были 18 команд тоже, одна команда с Литвы, две команды с Латвии и из Эстонии тоже. И могу сказать, что наши девочки, наши люди, которые ухаживают из Стелла Марси приехали с наградой и самой главной наградой. И я могу сказать, что... Лучшая командная работа и лучшее учреждение две классы. Да, мы получили две номинации и были очень радостны, что наша работа оценилась и очень хорошо оценилась. И тогда, конечно, мы поняли, что это опять один из видов, как делать праздник этим нашим работникам и поднять этот престиж профессии. И я, конечно, пошла к моему руководству, директору Департамента благосостояния и говорила, что неплохо было бы нам тоже сорганизовать, потому что это очень хорошее соревнование. И, конечно, с этого момента мы уже начали думать, как это реализовать. И вот прошло два года, и мы тоже у нас организуем такой конкурс. Могу сказать, что соревноваться, конечно, то, что мы и говорили, что очень важно, если ты делаешь работу, то, что ты ее делаешь правильно, что ты делаешь ее так, чтобы ты не вредил себе. И в этом конкурсе, конечно, будут участвовать команды из разных учреждений, из всей Латвии. Это в первую очередь те центры по уходу, которые самоуправление Риги, но и те, с которыми и заключенные договоры по этой услуге. И у нас 13 команды выявили желание участвовать. И есть и описание этого конкурса, как это будет происходить. Но могу сказать, что у нас будет оцениваться и командная работа, то есть как люди могут работать в команде, как друг другу помогает, какое отношение к нашему жителю и нашему клиенту. Как мы эргономически правильно что делаем. И вообще, как мы видим всю ситуацию, ну как сказать, если я зашел в комнате, где... В целом, наверное. Да, в целом, да, вот именно. Ну и, конечно, будет возможность те, которые чувствуют себя более уверенным и индивидуально тоже. будет даваться задача и люди будут делать то, что там должно, то есть то, что там требуется. Да, а, хотел принять звонок, но он у нас... А, нет, вот появился. Давайте перейдем звонок. Еще один, может быть, как раз по поводу конкурса и спросят. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а какова оплата проживания в этом центре, ну, в месяц? Спасибо. Ну, такой очень практичный вопрос. Ну, среднее 20 евро. Конечно, каждая институция имеет свой цель. 20 евро, простите, в месяц, в день, в неделю? В день. В день. Если конкретно Мештемс, но это оплата есть разная. Ну, примерно. 18,46, но примерно и в среднем это 20 евро в день. Ну, то же самое в Риме есть договоры, где есть и дороже. А есть какая-то программа компенсации? Есть. Есть. Нам есть договоры заключенные всей Латвии и там есть разные где Рига, Лидсмаксаймс это как будет. Софинансирование. Софинансирование. софинансирование до 400 евро в месяц и до 640 евро в месяц. Это есть разные тоже те же самые те же самые учреждения длительного содержания. Мы будем вам помогать все в порядке. иначе просто. Надо, наверное, все-таки понимать, что пансионат, в котором содержатся ваши жители и все-таки центр, например, реабилитации, где действительно пытаются поднять на ноги людей с тяжелыми заболеваниями, это все-таки разные вещи. То есть, у вас уход, но вы не занимаетесь, наверное, реабилитацией, вы не занимаетесь физическими нагрузками или все-таки есть какие-то программы? Есть, все-таки есть, потому что нам называется как есть социалозапрук, центр по социальному уходу и социальному реабилитации. Реабилитации, да. И могу сказать, что, конечно, специалисты у нас разные. В нашей команде есть и медики, то есть медсестры, физиотерапевты, эрготерапевты, есть и социальные реабилитологи, которые думают о том, как этот день был такой заполненный, и заполненный разными активитетами, то есть, чтобы они не чувствовали одиноко и в своей комнате, потому предлагается разное тоже. Есть разные терапии по, то есть канистерапия, которая с собачкой приходит к нам, потом еще есть терапия по танцам и движениям, музыкальная терапия, так что эти виды, как мы занимаемся с людьми, они разные, и в том числе и вот эта реабилитация реабилитация, ну и медицинская реабилитация, ну сколько наши специалисты это может, например, вот эти физиотерапевты или эрготерапевты, когда занимаются человеком, например, после инсульта, и это тоже немало. логопед там еще нужен, тоже есть? Да, у нас логопеда нет, но, например, есть возможность заключать договор с специалистами, которых мы должны еще, может быть, то есть психологом. я тут тоже читаю немножко описание конкурса, и мне стало очень интересно, от каждой организации выдвинута одна команда из двух человек, можно, вы сказали, соревноваться индивидуально, и в связи с этим вопрос, а в центрах самих, как чаще всего происходит работа, два работника по социальному уходу на одного пациента, один на один, или один на несколько пациентов? Это можно сказать, что связано с тем, какого уровня эти люди, потому что в одном коридоре, например, или в одном блоке могут быть разные люди, то есть такой, который очень тяжелый, и исходя из этого уровня, то есть у нас попадают люди третьего, четвертого уровня, эти тяжелые уровни, исходя из того, какие люди в этом конкретном коридоре, мы и стараемся людей тоже организовать так, чтобы там, где сам более-менее может за собой ухаживать, тогда там меньше народу, а там, где больше уход нужен, там и больше, то есть могут быть и два, и три человека в одном коридоре, так что работа организуется, исходя из того, какая необходимость людям. Мы с Артемом о разных вещах, он на конкурсе, он более позитивный, а я о таких социальных проблемах. Насколько сложно пациенту, клиенту претендовать на место в пансионате Мэшцемс, если речь идет в том числе и о помощи какой-то, в том числе помощи специалистов, в том числе реабилитационной помощи и так далее. Насколько у вас наверняка есть лимит и ограничения по местам, не переполнены ли центры. Вообще, что происходит? У человека столкнулся с проблемой, у человека инсульт, паркинсон, рассеянный склероз, это уже не суть важна, ему нужна помощь, ему нужна реабилитация, особенно если это восстановление тяжелой болезни. Он вам звонит, и что дальше происходит? Дальше уже начинает департамент работать. Если, например, в Риге особенно заполнены все институции, тогда в тот момент есть возможность человеку выбрать не в Риге тоже, потому что, как я и говорила, мы заключаем договоры и во всей Латвии. И тогда в тот момент, если, например, человек нашел место, не знаю, в другом месте где-то в Латвии, не знаю, это может быть даже Дагалпиус, если он там нашел место и он готов там ехать и жить, в тот момент также мы предлагаем заключить договор с этой институцией и тогда плавит максимум. То есть, Рижское софинансирование будет сохраняться и для других городов в Латвии? Да, идти за пациентом. За человеком, да, за ним. Но это очень важно. И много таких случаев бывает? Конечно, очереди большие до сих пор и все центры заполненные, нет такого, что долго свободные места. А что значит большая очередь? Это надо сколько дождать? Сколько ждать? У нас есть электрическая очередь. Электронная? Электронная, да. А это когда можно онлайн где-то заполнить? Нет, не онлайн, это социальная служба заполняет, передает информацию конкретно одному работнику, который все время следит за этой очередью и как освобождается место, институция дает, что у них есть свободное место, в тот момент социальный работник берет телефон и звонит звонит этому человеку или его родственникам и говорит, что есть место или вы готовы идти на эту институцию. Сколько ждать? Все зависит от того, какую институцию он выбрал. Если это Ригов, тогда бывает долго ждать. Вот долго это сколько? Четыре месяца, два года? Может быть, четыре месяца, может быть, год даже, да. Потому что есть разные ситуации. Если какой-то, например, недавно была ситуация, что одна институция закрылась, скажем так, на момент, в тот момент мы позаботились о тех людей, которые там били, например, почти 100 людей, которых перемещали, перемещали их в Рижских... То есть смогли все-таки найти место для ста дополнительных людей? Месте, да. Тогда остановилась очередь, конечно. и мы переняли тех людей. И могу сказать, что тогда, конечно, были очень много звонков. Вот мы стоим в очереди, мы стоим уже полгода, мы стоим год, но никак не можем получить это свое место. И можно сказать, что сейчас эта очередь опять сдвигается, так что я думаю, что не так уж много. Ну, полгода это точно. В Риге. Но это именно в Риге, а вообще по Латвии посвободнее получается? Бывает, что в тот же самый день можно попасть, если есть заключенный договор и место. А договор заключен, есть пансионаты, например, с которыми уже заключен договор, и тогда туда проще попасть. А есть, с которыми еще не заключен, и тогда вы заключаете его уже по факту. То есть я, например, говорю о том, что нам нужно место, я не знаю, в Валмире, например, мы его нашли, и тогда уже Рижская дума заключает договор с Валмирским, соответственно, пансионатом. Если они соответствуют всем нормативам, тогда мы заключаем договор, если, конечно, они готовы с нами заключать договор. А есть частные подобные центры, и как с ними работать, сотрудничать дума? Например, с частными детскими садами там все прекрасно получилось. Что происходит с частными социальными центром? Так же самое мы заключаем договор и платим ту часть, которая есть указана до 640 или до 400 евро в месяц. И тогда система работает, наверное. Я могу сказать, что люди, которые ожидание, ну, например, там место, которое будет оплачиваться со стороны самоуправления, они могут тоже сами найти место где-то в другом и, ну, то есть платить полную сумму которая вот именно в этой институции и в таком образе ждать это место на самоуправленивское место уже. То есть можно поставить на очередь и оплачивать эту очередь? Нет, нет. То есть человек может найти место где-то, например, нет договора с департаментом, но он, ну, в частном образе платить за эту услугу и ждать место по направлению. Временно ее. Да, по направлению. Да, такой, наверное, уже ближе к концу вопрос. Так как вот вы сами говорите, что в Риге не хватает и работников, и мест для нуждающихся, не было ли какой-то мысли или идеи, может быть, о сотрудничестве со странами, где с этим, может быть, обстоят дела чуть получше, у них больше опыта в этом вопросе и так далее. И что это за страны, которые... Да, и что это за страны, которые... Где лучше, кроме Эстонии? Где лучше? Ну, в Эстонии тоже, кстати, не факт, это зарплаты, зарплаты, да, но все остальное. В общем-то, есть ли какие-то сотрудничества с другими странами, вот, ну, конкурсы, да, вот, вы ездите в гости, может быть, еще что-то? Я могу сказать, что в Балтийских странах и не только Балтийских, во всей Европе эти работники не хватает. И, конечно, как кто решает эту проблему? Я была в Финляндии, и там очень хорошо решается проблема, они проекты реализуют, например, с Филиппинами, там учат язык, потом обеспечивают жильем, и, то есть, так привлекают людей. И я могу сказать, что, ну, я смотрела, и мне очень приятно было, как они обращаются с этими людьми, потому что есть разные варианты, и мы тоже, мы стараемся привлечь, ну, то есть, за Ригой есть люди, которые и ищут работу, и мы стараемся привлекать тех людей, которые здесь, здесь в Латвии, и в таком образе, например, там обеспечивая ночлег, или там, не ночлег, а место... Жилье, да. Жилье, да, и это такой тоже один образ, как мы привлекаем, ну, если, конечно, приехали бы люди из других стран, то очень важно, чтобы они могли коммуницировать с нашими жителями, с нашими клиентами. Конечно, очень многие знают русский язык, и можно коммуницировать, но люди-то у нас разные, есть и латыши, и русские, и есть и украинцы у нас, так что самое главное, это одно требование, чтобы был этот язык, с которым можно коммуницировать с нашими жителями, клиентами, и так как я видела вот эта программа в Финляндии, где сначала учили язык, и только потом привезли этих работников, и они работали там, так что это очень разнообразная такая, ну, программа. Это тоже другой опыт, который можно взять на заметку. Да, настало время заканчивать наш эфир, у нас в гостях были директор Рижского центра социальной опеки Мэшцием Соли Трудовича, и главный специалист сектора социальных услуг для совершеннолетних лиц Департамента благосостояния Рижской думы Людмила Озула, спасибо вам большое, Рижской думы,